Ну что ж, всем привет, амиго! С вами Стоя Единственная, мы продолжаем играть в Майнкрафт Симон и Пиксель Мод. Добро пожаловать в наш пятый сезон, 80... 71 серию, что ли? Да, в прошлой серии же у нас была очистка музея, да, и в этой серии, ребята, мы добавим 10 новых человек в музей и опять забудем про музей на следующие 10 серий и вернемся к нему только на следующей очистке музея. И в то же время и добавление новых людей в музей. Поэтому, ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы наконец-то пойдем в нашу качалочку Блисси! Вот, ребята, вот она уже тут, я уже вам ее покажу, расскажу, что и как, некоторые правила, что и как мы там будем делать, чтобы зафигачить хотя бы какую-то балансировку в игру, а то, если мы еще возьмем все наши вещи сундуков, которые мы накопили за полсезона, там их штук, ну не знаю, штук 500 будет, то возьмем эти 500 штук, пойдем на Блисси, дадим их Блисси и 500 Блисси убьем, так мы уже, в принципе, сезон в следующей серии так закончим, если мы за одну серию 200 Блисси убьем. Поэтому, ребята, во-первых, во-первых, у меня уже что-то не глючит с камерой, нихрена себе, около 30 фпс с камерой, было же 10 фпс, то есть и камеры и шейдеры у меня как-то они не сочетались и, в принципе, были некоторые лаги, сейчас уже в два раза больше фпс. А я хотя знаю почему, я знаю почему, потому что разрешение съемки камеры было очень большое и поэтому комп сильно нагружался за этого, что как бы и расширение экрана большое и запись камеры большая, ну разрешение, нет, не расширение, а разрешение камеры, то есть экрана было тоже очень большое и, походу, из-за этого шла какая-то нереальная нагрузка, но сейчас вроде уже вот такого нету, хотя, ладно, не буду гореть, а то опять сейчас что-то в этом роде опять глючит начнет. Это быстренько заберем, просто чтобы в инвентаре не валялось. Так, два, три, четыре, пять. Нифига себе, ребята, ровно пять штук у нас в инвентаре вещей. Итак, сейчас, знаете почему ровно пять? Потому что я сейчас вам объясню. Ну что, так, сколько у нас там? Три, сто тридцать пять. Лукарио, Шелгон, ла-ла-ла. Ну что, ребята, так, смотрите, что у меня тут наушники покоцаны, я случайно их поломал, реально так. Просто беру, нихрена себе, что-то наушники не вылезают. А, вылезли. А где ухо такое, я не понял, знаете, я что-то там в игру какую-то играл, да, и что-то. Поставил наушники на место, потому что мне нужно было отвлекти, отвлечься, да. Что-то, ладно, ладно, беру наушники. А то вы быстро-быстро, они вылезают. Одеваю, одного уха нету, или там практически отломало, что-то в этом роде. Поэтому, ладно. Заклеил, еще чуть-чуть попашу, можно и так сказать. Вот, ребята, наша качалочка. Ресторан я еще не достроил, поэтому туда даже не смотрите. Фух, вот она. Не скажу, что она прям супер-пупер ультрамодная какая-то, но мне кажется, сойдет для кача. Во-первых, идем мы налево. Тут у нас стена с правилами, я их специально написал, чтобы просто для себя не забыть. Правила качалки. В одной серии, то есть, в одной серии разрешено убить максимум 5 Блисси. Это я сам придумал для некоторого баланса, потому что, если мы тоже возьмем наши там 50 вещей, кинем их в качалку и сможем убить 50 Блисси, то это будет уже чересчур, и мы так, в принципе, будем качать по 2, по 3, по 4, по 5 команд за одну серию, потому что нам сейчас не нужно прокачивать покемонов до 60 уровня, а только... Да, какого им нужно, чтобы эволюционировать, и потом еще парочку уровней. Поэтому только максимум 5 Блисси в одной серии. Запрещено прокачиваться с помощью легенд. Это я специально сделал, чтобы не было такого, что вот мы сейчас пойдем кинем Шелдона Флориона, Риморейда, Лукарио, всех туда закинем и просто их будем прокачивать одновразно Грухдошей. Нет. То есть, прокачивание с помощью легенд запрещено, все, что мы будем прокачивать, это... какого покемона мы хотим прокачать, тем мы и будем прокачиваться. То есть, Блисси не такие уж и сильные покемоны, чтобы они нас могли убить, да, они могут иногда там лечиться, и это иногда бесит, но все же... Мне кажется, это как раз нормально будет, что мы будем теми же покемонами прокачиваться, которых и нужно прокачать. И потом одна вещь, одна Блисси. То есть, почему я сказал, нифига себе, ровно 5 штук в инвентаре, потому что каждая штука это одна Блисси. А в серии здесь все равно, то есть, 5 Блисси, то есть, ровно 5 штук. И поэтому, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. И диски у нас, темки тоже будут считаться, потому что, ну, нахрена будут они у нас валяться в сундуках и все. Куда мы будем это кидать? Вот сюда. То есть, там оно не идет, оно там не будет стоять, оно просто будет через воронки заходить в сундуки, и может потом в конце сезона посмотрим, сколько мы вещей накидали туда. Но все же, давайте, ребята, 1 кинули, оно туда пошло. 2, 3, 4, 5. 5 вещей мы туда кинули, все. У нас есть пропуск на 5 Блисси. Многие меня спрашивали, Эдисона, что ты будешь делать, когда, например, Блисси сами на тебя нападут? То есть, если они не на тебя будут автоматически агриться, да? Я это, ребята, выключил, не переживайте, я специально в этом спауне Блиссе, в этой качалке, выключил агрессивность. То есть, они на меня не могут напасть, хоть ты там ноги им буду вырывать вместе с руками. И они будут спокойненькими, то есть, на, держи, вырывай и все такое. Они на нас нападать не будут, поэтому не переживайте. Ну вот, ребята, такая качалочка. Как по мне, так она, в принципе, и неплохой получилась. Смотрите, вот, если вот так посмотреть. Сойдет, неплохо. Ну что, ребята, какой у нас уровень спауна Блисси? От 30-го уровня до 50-го. То есть, между 30-м и 50-м. Чтобы не было там 10-х, 20-х уровней, да? И чтобы не было там 90-х уровней, да? Что, типа, мы придем в качалочку, убьем одну Блисси, и у нас уже все покемоны нафиг 70-го уровня, потому что Блисси была 100-го уровня. Для тех, кто не знает, потому что многие меня спрашивали, почему именно Блисси, кто такая Блисси. Ребята, Блисси это покемон, с которого дается самое большее опыта в целом моде. То есть, на серверах Блисси берут только для того, чтобы качаться. На 100-м уровне Блисси ты можешь прокачать своего покемона с 1-го до 100-го уровня за считанные минуты, потому что ты убиваешь Блисси, тебе там дает нафиг по 70 кусков опыта. В то время, как ты убиваешь какого-то там самого мощного желтого босса, и с босса тебе дает там максимум 5 кусков, то ты убиваешь с 100-го уровня Блисси, тебе там дает 70-80, а то и 100 кусков опыта. А это, ну очень до хрена. Ну что, ребята, давайте, если тут какая-то Блисси большого уровня. Вот, 49-й. Берем, кидаем сначала Тропильча. Это первая Блисси за эту серию. И берем Шелгун. А если мы его не убьем, значит не убьем. Использование легенд в этой качалке лично мной установленное правило запрещено. Поэтому мы не можем использовать тут Гроудошу. Если убьем, убьем. Не убьем, тогда я не знаю. Постараемся кем-то другим. У нас уже Шелгун должен был эволюционировать два раза. Но я, ребята, отменял эволюцию. Потому что я не хотел пропустить эту эволюцию. Я хотел эволюционировать его вместе с вами. Чтобы Соломенс появился на свет на наших глазах. А то, знаете, вне серии я там находил парочку боссов. И вот именно вот эти пять вещей, которые у меня были в инвентаре, я их выбил с боссов. Поэтому я не хотел, чтобы он эволюционировал за глазами. То есть за серией. Чтобы потом мне говорили, ой, десант там как-то щитырил и прокачал Шелгона, да? Нет, ребята. Он уже, в принципе, да, должен был эволюционировать, но... Сейчас. Я не знаю, ребята, вряд ли мы даже его прокачаем толково. То есть, смотрите. На Близзе практически никакие удары не действуют. То есть Шелгон... То есть даже не может ее нормально чем-то ударить, чтобы ударить. Поэтому... О, нифига себе, как запихнул одним ударом. И смотрите, ребята, эта Близзе была 49 уровнем. Смотрите нафиг, сколько нам сейчас опыта дастся. Сколько нам дало? Каждому Шелгуну дало 6 тысяч, тропинчу дало 9 тысяч. Это охренеть. Одна Близзе пошла. Покехил... Сюда нужно было еще Хилку поставить, чтобы не хилиться Покехилом, а Хилкой. Верно, мы, в принципе, это и сделаем. Давайте быстренько... Допустим... Хилочка. Где наша Хилочка? Давайте тот же ПК возьмем, поставим его куда-то. Я не знаю. Сюда, допустим, да? Конечно, я эту Хилку, ребята, не сам создавал. То есть вот это все я что-то брал из креатива, потому что, в принципе, вы сами должны понимать. Вот так. В принципе, тогда у нас тут будет запрещено использование команды Покехил, а нужно будет обычным способом лечиться. Ну что, ребята, поехали. Вторая Близзе по счету. У нас еще 4 Близзе, которые мы можем убить за эту серию. Замечательно. Еще, давайте 36 уровень. Ну, торопись, ну... Ты, зараза, ее фиг убьешь, если честно. Тебя нету тол... Вот, нифига себе, как долго ты чем-то ее там бил. А хотя, смотрите, да... Нифига себе, если мы его еще прокачаем в этой серии нормально. Смотри, сколько ему опыта пошло. Транч, Фейн, так... Эволюция Шелгона вот сейчас на наших глазах. Давай, 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 Шелгон. Смотри, смотри, что-то... А, как-то уже видели какие-то там призраки нафиг компьютера, и хилки были какие-то прозрачные такие. Соломенс. Сейчас мы его посмотрим. Вот он, ребята. Маленький, конечно. Но все же. Тропей... Сколько мы ему? Мы ему уже около 10 уровней прокачали, только в этой серии. Как-то, смотрите, все 34 уровни практически. То есть, сколько мы убили? Ребята, сколько мы Блисси убили? Две или три? Одна, две... Мы три Блисси убили. У нас еще есть две Блисси. Еще две Блисси. И уже новая эволюция. Вот, видите, смотрите, ребят, на компьютер там сзади. Призрак компьютера. Или призрак хилки. У нас есть еще одна Блисси. Мы ее сейчас зафигачим. И пока ночь мы еще можем пойти прокачать нашего того же Соломенца там до какого-то уровня, да? Чтобы не терять время. И все. Мы так будем прокачивать по 5 Блисси в одной серии, ребята. Мне кажется, это... Прям идеальный какой-то вариант. 34, 34, 34, 33, 32. Ну, давайте еще. Ух, этот противный голос. Вот это покемон. Как флайгон меня бесить будет. Ну, по 6 тысяч опыта, ребят. Нормально. Все. 5 Блисси закончилось. Мы выкинули наши 5 вещей, которые нам, в принципе, сейчас нафиг не нужны, которые мы, в принципе, вообще не использовали. Мы на 5 штук прокачали наш орб. И это, ребята, круто. Это круто. Что-то залагало. Минус... Минус 2000... Нет. Минус 2475. Минус 1300, что ли. Да. Нифига себе, я угадал. Запомнил, точнее. Пожалуйста, не говори, что ты там нафиг заглючил, а. Сейчас. С этими лагами это с ума сойти. Нафиг можно. Ох, нифига себе, наконец-то. Так. Ты пахнулся, ребята, я сюда, для того, чтобы прокачать наш орб. Нам еще 130 убийств осталось. Сол... Ну, я не знаю, будет ли тут Соломен что-то тащить. По сути... Будет. По сути, будет. То есть, мы его неплохо даже сможем сейчас тут и прокачать. Хотя, как неплохо. Мы сюда же прошли не его прокачивать, а прокачать орб. И, в принципе, мы его, мне кажется, сможем прокачать за считанные серии, что ли. И, ребята, наверно, сейчас выключу тут. Выключу, выключу, выключу тут шейдеры на острове, потому что фиг его знает. Вот так. Чтобы вообще не лагало. Мы еще быстренько, ребята, и еще и Соломенца прокачаем, еще и орб прокачаем. Потому что до конца этой серии, сколько там еще осталось? Ну, еще минут 10 где-то. До конца этой серии мы должны прокачать орб до 100. До 100 слотов. Сколько там? 123. До 100 слотов мы должны его прокачать. Это, во-первых. Во-вторых, мы еще, в принципе, должны пойти в наш музей и еще добавить 10 новых людей в музей. Каждые 10 серий мы будем 10 новых людей добавлять в музей. И все, больше не будет этажей, больше не будет еще что-то. То есть, вот именно вот первый этаж будет, второй этаж будет, и все. Больше, знаете, я на начале сезона думал, о, нифига себе, потом еще минус второй этаж сделаю, минус третий, четвертый, пятый, нафиг. И будет у нас миллион этажей и миллион покемонов в музее. Но это не получилось, во-первых, из-за того, что люди, да, такие, что комментируют, не комментируют. И, в принципе, музей в какой-то степени даже испортил вот этот сезон. А во-вторых, я там вижу босса, ребята, я не буду туда идти, мне нужно писать, что вот я пропустил босса, он в воде, я не хочу туда рыться. Точнее, искать его под водой, да. Это, во-первых, то, что из-за людей, а во-вторых, что музей просто нереально глючит из-за того, что там много всяких статуй. А статуи я не знал, что жрут много какой-то там майнкрафтовской памяти, да, что как бы забивает памяти. И фпс очень проседает возле музея. А прикиньте, если бы мы всех покемонов в музей добавили, какой бы там минус 10 фпс был, что мы бы заходили и компьютер бы крашился. Кто-то его знает. А, возможно, бы и такое что-то было. Так, сколько? 111. Ребята, нам еще нужно 11 покемонов, точнее 11 слотов заполнить. 10, 9. В принципе, вот такими темпами, если мы будем прокачивать, точнее не прокачивать, а даже убивать вот таких покемонов, каких-то, ну, и небольших уровней, и больших, на больших прокачиваемся, на небольших прокачиваем орб, то, да убей ты уже его нафиг. Ну, наконец-то. То, в принципе, мы сможем прокачать наш орб уже в следующие пару серий. В принципе, в следующих пару серий у нас уже будет даже прокачанный орб. Это у нас там кто? Диглит. Даже в океане не спамится какой-то там, я не знаю, тентакул, а Диглит даже спамится. Офигеть. Я не знаю, до какого уровня сало качать, саломенца, это сало номер 2, а первое сало это у нас салео, да, это уже второе сало. Может, до 60-го, потому что, в принципе, он только недавно эволюционировал, вот он уже 55-й. Наверное, все-таки до 60-го мы его будем прокачивать. Я не скажу, что это, в принципе, много, ребята, если честно. Опять вы нафиг тронет в бою, что ли? Знаете что, ребята, нам нужно хоть-хот прокачать. Мы его словили на самом начале сезона, еще до сих пор мы его не прокачали. Он, кстати, у нас Шайни, если что. Мы же Шайни словили. Фу, ну что, ребята. 55-й саломенц в следующей серии, мы уже постараемся его прокачать. Может, даже в этой серии он уже будет 56-м. А в следующей серии мы его или тут, опять же, докачаем, или пойдем на Бишарпов. Или, если то, то возьмем там пару Блисси и уже докачаем его. И возьмем кого-то другого. Вот он уже 56-й, ребята. Так. Ну что, сколько там варбу? 95. Ребят, мы даже перевыполнили то, что мы хотели сделать. Поэтому в следующей серии у нас еще миллион процентов не будет. Не будет Забдуса, да? Но зато в следующей серии, мне кажется, уже 100%. В следующей, следующей серии, мне кажется, уже 100% у нас будет Забдус. То есть через одну серию. Это, следующая и потом еще одна. Мне кажется, тогда уже у нас будет Забдус. То есть за следующую серию мы уже докачаем вот этот Орб 100%. Уже пойдем сюда на этот остров и просто-напросто будем сидеть и прокачивать уже до конца вот этот Орб. Мне кажется, это будет как раз самый такой оптимальный, что ли, вариант. В этой серии давайте, знаете, что сделаем? Давайте докачаем Орб до 80. Уже практически 80. Нифига себе, как там и очень быстро, что ли. А в следующей серии мы уже засядем, короче, засядем на целую серию вот сюда, на этот остров. И до конца серии будем клепать вот этот Орб и прокачаем его. Даже, смотрите, ребята, Соломенц уже 50 уровень. То есть, мне кажется, даже уже не нужно его будет прокачивать на Блиссе и не тратить лишних Блиссе, да? А можно кого-то другого прокачать. И, наверное, уже три уровня ему тут прокачаем. В принципе, мы им качаемся, да, не только Гроудоном. Потому что я так, знаете, ребят, посидел, подумал. Если мы будем качаться только Гроудоном, то это будет, ну, это однообразно. Ну что, Гроудоша подходит и бьет его любого, даже не его, любого какого-то покемона одной атакой и все, убивает. И это все. Поэтому какое-то разнообразие. Вот сейчас мы Соломенцем качаем. Поэтому, мне кажется, нормально. Катерпи. Катерпи у нас... А ну, сейчас посмотрим, как раз. Есть. Катерпи у нас есть. Тут у Дайл, ребята, у нас уже очень давно есть. Мы уже его давным-давно прокачали. Так, замечательно. А вот Шелдер, Шелдер есть. А Двибл есть. Да, есть. Замечательно. Сколько там уже в нашем... О, Орби. Уже дофига, если честно, мне кажется. Сколько? 73, ребята! Мы хотели в этой серии прокачать до... До стольких? До 100. Потом до 80. Сейчас уже у нас 70, ребята. Ну, в принципе, да. Мы таких десятых уровней убиваем. Это не так уж и сложно. И, в принципе, это реально. Результат есть. То есть, мы быстро прокачиваем наш порк. В следующей серии я, ребят, не гарантирую, что мы заспавим Забдуса, но в следующей-следующей уже 100%. Тогда у нас уже Орб будет 100% прокачан. Ну и все, ребята. Давайте уже на этом уходить, чтобы, в принципе, долго тут не задерживаться на этом острове. Так. Все. Сколько там? 67. В следующей серии у нас уже, ребята, 100% будет. Это выкинем, это выкинем. Это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем. Выкинем, выкинем, выкинем. Замечательно. Ну что, ребята? Домой? 240. Я даже сейчас не буду опять включать шейдеры. По одной причине, что мы идем в музей. А в музее там и без шейдеров до хрена лагов. Поэтому не хочу я включать их. Вот, смотрите. Не успел туда прийти, фпс из 30 на 4 упал. И сейчас уже вроде стабилизируется по чуть-чуть. Ты с ума сошел, нахрен? Смотрите. Ты дурак. Музей твою мать, да? Жопа. Что-что-то было нафиг. Я вообще не использовал руки. Это я так сделал. Он сам там летал, короче. Ладно. Первый у нас попадает. Точнее, ой. Вот так, да. Первый у нас опять Данилка и его друзья попадают. Я не знаю почему, но у меня как-то показывается, что ты вообще не комментируешь. Я не знаю, может, хрен его знает, если честно. Мне показалось, что ты вообще не комментируешь. Поэтому я тебя убрал. Но если что, то извиняюсь. Ничего такого страшного в принципе нет. И так же это и произошло с следующим нашим человеком, который попадает на рачу. Это у нас Денис Булан. И тоже показалось, что ты почему-то не комментируешь. Я не говорю, может, лаги какие-то. Ну, не то, что лаги. А фиг его знает, честно. Я не могу вот это объяснить, что и как. Третий человек. Влад Плотников. Попадает. Я сразу, ребят, говорю. Я извиняюсь, если я неправильно ваши имена отчитаю. Потому что, в принципе, я не могу знать, как они должны читаться. Дальше Херабрин. Сворд. Куда у нас попадает? Вот сюда. Дальше. Сюда. Чёртвик Айскорн попадает. Вот сюда. Дальше по счёту. Элина Гаврюшина у нас попадает. На Тортеру. Давайте вот сюда. Дальше. На Абру у нас попадает Марсель Психамов. Шехам. Я извиняюсь, честно. Я не знаю, как читается. Поэтому прошу прощения. Алаказам, ребят. Алаказам. Вот. Шайни. Сюда у нас кто дальше попадает? Вот сюда. На Алаказама у нас попадает Финфаер. Так. Сейчас. Абра. Ребят. Сейчас. Минуточку. Мне просто нужно записать, чтобы потом не сбиваться. Кого я добавил, кого нет. Финфаер у нас попадает. Алаказам. Алаказам. Финфаер. Еще вроде двух людей нужно добавить. На Чармандера и на Чаризарда. Дальше у нас. Эдгар Цар попадает. Цар. Царь, ребят. И дальше у нас попадает Слава Слонов. Сейчас. Вот так. Вот так. На Чаризарда у нас попадает. Все. Добавили. Забыли про музей на следующей 10 серий. Ни слова о музее. Люди, которые перестали комментировать, вылетели из музея. Люди, которые дальше продолжают активно комментировать. И, в принципе, им пофиг, можно сказать, в какой-то даже степени на музей. А не попадает в музей, потому что они заслужили в него попасть. И они активно комментируют. Сейчас музей будет... Еще больше ценится. Потому что музей у нас будет... Не каждая там серию или две или три, как было. Сначала серию, потом в середине сезона. Или когда там три серии. Сейчас раз в десять серии. Поэтому музей будет еще у нас больше ценится. Ну что, ребята, давайте я еще раз включу шейдеры. Посмотрю, будут ли лаги или нет. Ну, фиг его знает. Ладно, ребята, давайте уже на этом заканчивать вот эту серию. Всем-всем за просмотр. Не забываем комментировать. Не забываем оставлять свои лайки. Наберем 500 лайков на этой серии. Прямо сейчас, если эта серия сейчас уже имеет 500 лайков. То еще одна новая серия Pixelmon. Там Shiny. Электрод. Не хочу. И вроде у нас есть Shiny и Voltorb. Еще одна новая серия Pixelmon. То есть, две серии Pixelmon в один день выйдут. Да, выйдут в один день. То есть, если первая серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков. Еще одна новая серия выходит в тот же день. То есть, две серии Pixelmon за один день, ребята. Если эта серия набирает 500 лайков, новая серия выйдет еще сегодня. Поэтому, ребята, давайте уже на этом заканчивать вот эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока.